Париж, Белун, Дублин, Мальта, Неаполь, Нюрнберг и Пафос. Именно в эти города авиакомпания Ryanair с конца марта прекращает перелеты из Талина. Конечно, в подобных новостях приятного мало, но сильно беспокоиться путешественникам не стоит. Хотя, возможно, будет меньше удобств, чем при прямом перелете. Как отметили представители Таллинского аэропорта, существенного влияния на наше сообщение с миром закрытие этих маршрутов не окажет, поскольку по-прежнему остаются доступными крупные узловые аэропорты или, как говорят хабы, Хельсинки, Риги, Франкфурта, Стокгольма и Варшавы. А, например, в Париж можно улететь компании AirBaltic. На наш взгляд, закрытие этих линий отчасти связано с низкими экономическими показателями компании, но позитивным в этом вопросе остается то, что две трети маршрутов и, главное, основные направления Ryanair продолжат обслуживать и дальше. С компанией Ryanair можно будет по-прежнему летать в 8 пунктов назначения из Талина. Лондон, Милан, Стокгольм, Барселону, Вену, Берлин, Рим и Венецию Тревиза. Тем, кто уже купил билеты на это время, беспокоиться не стоит. С вами обязательно свяжется авиакомпания и решит все возникшие трудности. Кстати, многие туристы в связи с закрытием некоторых линий опасаются роста цен на билеты по другим, так сказать, небюджетным направлениям. Однако опасения эти, скорее всего, напрасны. Да, безусловно, общая экономическая ситуация в Европе уже сказалась на ценах и не только на билеты. Но ждать каких-то серьезных скачков в обычных компаниях не стоит. В целом же, по мнению некоторых экономистов, подобных проблем можно было бы избежать вовсе. Это результат того, что у нас закрылась национальная авиакомпания, потому что нельзя оставлять все-таки страну и Таллинг в том числе в такой зависимости. И, конечно, национальная авиакомпания могла бы существовать с учетом государственной поддержки. На данный момент Таллингский аэропорт ведет переговоры с другими авиакомпаниями, которые могут быть заинтересованы в эксплуатации закрываемых Ryanair линий. Если же заглянуть еще дальше в летний сезон, Таллингский аэропорт предлагает прямые рейсы примерно в 50 пунктов назначения. Летом также будет добавлен ряд новых маршрутов. Но об этом новости Таллина еще расскажут, скорее всего, уже в весенних выпусках. Вадим Алышкин, Андрис Лайго, Новости Таллина.